Рубль продолжает падать на фоне новых санкций США. Сегодня на открытии торгов Московской валютной биржи курс доллара преодолел отметку в 67 рублей. На завтра, правда, официальный курс Центробанка 66,9 рублей, то есть чуть меньше. Рубль реагирует на пакет санкций США против России, о котором объявили вчера. Но главное опасение финансового рынка – возможный запрет на операции с долларами в России. А это уже пункт другого законопроекта. Американские сенаторы готовят свой пакет санкций. Вот текст этого законопроекта, его краткое название – «Акт о защите безопасности США от кремлевской агрессии». На прошлой неделе автор акта, сенатор Линдси Грэм пообещал, что эти санкции будут прямиком из ада. Любая страна, которая пытается вмешиваться в наши выборы, будет наказана таким же образом. И вот теперь этот законопроект так и называют – «санкции из ада». Там, в частности, есть запрет семи крупным российским банкам на операции в США. А это, по сути, невозможность для этих банков вести стандартные долларовые расчеты, поскольку корс счета для этого находится в американских банках. Обсудим это с нашим экономическим обозревателем в Москве Ольгой Шаминой. Оль, приветствую тебя! Падение рубля и нынешнее его состояние, насколько это серьезно, чем это грозит? Ну, это довольно серьезно. Сейчас, как вы сказали, доллар на московской бирже стоил больше 67 рублей. Если вспомнить, отойти на несколько недель назад и вспомнить, что в начале августа, 1 августа, доллар стоил 62,5. Фактически за полторы недели американская валюта к рублю подорожала на 5 рублей. А если пересчитать это в процентном выражении, то падение составило около 8%. Это достаточно глубокий спад. А как долго это длится, будет, на самом деле, не очень ясно, потому что у экспертов разные, конечно, мнения. С одной стороны, вроде и нефть достаточно дорогая, где-то 72 доллара за баррель по марке Brent. Но, с другой стороны, негативных новостей много. Это и санкции, это и обвал турецкой лиры, которая так или иначе влияет на валюты развивающихся стран. И, в целом, сейчас, например, я читала отчет Райфазенбанка. Они говорят, что доллар будет в ближайшее время стоить 67-70 рублей. И, собственно, может быть и быть такое, что на нынешних значениях он зафиксируется. Но, может быть, и отскок. Но, даже если он зафиксируется, нам, возможно, грозит в России еще и запрет на операции с этим долларом. Вот можно об этом узнать поподробнее. Каким образом это вообще возможно как-то будет происходить? Насколько это вероятно и чем это обернется для экономики и для кошельков россиян? Ну, пока непонятно, насколько это вероятно, потому что это законопроект. Это довольно такой жесткий законопроект, который был внесен действительно в Конгресс с сенаторами. Но вопрос в том, что сейчас будут через некоторое время выборы в Конгрессе. И непонятно вообще, пройдет он и что будет. Потому что, с другой стороны, еще у экономистов есть также мнение, что, например, санкции по делу о покушении на Скрипалей, которые до этого внесли в Госдеп, это попытка администрации Трампа как раз сгладить вот этот шум вокруг законопроекта, предложенного сенаторами, и попытка предотвратить принятие законопроекта Конгрессом. Поэтому, может быть, это даже и не пройдет. Но, в принципе, для российской экономики это тяжелые последствия. То есть это финансовые потери для крупных банков. Но, что, собственно, видно по реакции инвесторов на бирже, которые распродавали как раз акции Сбербанка, ВТБ и так далее. Потому что для них, конечно, это будут серьезные финансовые потери. Но пока, в принципе, мы поговорили недавно с главой банка открытия Задорнова, Михаилом Задорновым. И в целом создается впечатление, что банковское сообщество достаточно спокойное и не очень верит в это развитие ситуации. Так что, ну, будем надеяться на лучшее. А вообще, как бы со стороны власти, со стороны официальной российской финансовой системы правительства, каким-то образом отвечает на это падение и на вот эти вот финансовые угрозы? Какие-то шаги там, может быть, запланированы, объявлены? Ну, в данный момент власти, скорее, пытаются справиться с вот этим обвалом на бирже и падением рубля. Потому что, конечно, есть такая легкая паника. Например, Центральный банк. Как известно, сейчас в России действует бюджетное правило, по которому Минфин выходит на биржу и покупает валюту, чтобы ослабить вообще официально, чтобы пополнить бюджет. Но эти же действия ведут к ослаблению рубля. И вот, например, Центральный банк сейчас ограничил эти покупки. То есть, в принципе, это должно вот сгладить вот это давление на рубль и привести к тому, что российская валюта будет как-то укрепляться. Ну и в целом, ну, конечно, есть. Но пока, скорее, есть резкие заявления довольно МИДа. Но у меня ощущение, что пока все более сдержанные. И многие даже эксперты, экономисты пишут о том, что вот рынки и инвесторы скорее перереагировали на эти санкции. Эта реакция такая избыточная. И, может быть, сейчас будет какой-то отскок на этом фоне.